Продолжение и развитие пренеприятнейшей ситуации вокруг Сильвестра Сталлона и его супер-успешного сериала «Король Талсы», который уже многим как кость в горле. Суть в том, что на прошлой неделе поднялся грандиозный скандал, когда создатели данного шоу и его главную звезду, собственно, самого Слая, обвинили во всяких буллингах и шеймингах на съемочной площадке, что якобы лично Сталлоне пренебрежительно и некорректно вел себя по отношению к актерам второго плана. На этом фоне у сериала уже начались проблемы с одним из своих важных контрагентов, ну а хайтеры лично Слая и вообще такого вот олдскульного подхода, как демонстрировался в «Короле Талсы», уже начали раскручивать всю компанию. Что же ответили авторы сериала и к чему там все идет, а также почему недоброжелатели опять остались с носом. Всем привет, с вами ЮТУ и мы начинаем. Кисфо Геймерс – лучшая площадка для геймеров и не только. Ведь тут вы найдете огромное количество всевозможных игр для разных платформ и сервисов. Все самые свежие новинки тоже появляются первыми на Кисфо Геймерс. Плюс тут всегда по лучшим ценам можно приобрести игровую валюту, ключи аккаунта или различный софт. Все транзакции проходят безопасно, а продавцы надежные и проверенные. К тому же любые вопросы поможет решить качественная поддержка, работающая 24 на 7. Для вашего удобства есть множество способов оплаты, а по нашему промокоду ЮТУ будет скидка 10% на все. Ссылка в описании. И так не стоит, наверное, вновь пересказывать и напоминать всем, что такое «Король Талсы». Этот сериал со стариной Сталлоне в главной роли стал самым популярным проектом 2022 года. Шоу, где Сталлоне играет старого мафиози, не лишенного большой доли обаяния и харизмы, очень зашло зрителям, получив высокую оценку и найдя толпу сторонников. При этом, конечно, немало у него оказалось и хейтеров, в первую очередь из-за того, что в данном проекте его авторы вообще никак не заигрывали с новой этикой, новыми тенденциями, повесточкой и так далее. А напротив, старались делать сериал в стиле а-ля 90-е, такой старый добрый олдскул. В итоге же вдруг на ровном месте вокруг «Короля Талсы» возник скандал. Как выяснилось, кастинговая компания «Роус Локи Кастинг» из Атланты отказалась от участия во втором сезоне криминального драматического сериала от «Парамонт Плюс». И это решение последовало за обвинением в том, что якобы лично Сильвестр Сталлоне и какой-то неназванный режиссер, ну то есть кто-то из режиссеров, снимавших первый сезон, их там было несколько, делали уничижительные заявления в адрес некоторых актеров второго плана сериала «Король Талсы». Вам тоже все это напоминает какой-то высосанный из пальца бред? Если да, не поскупитесь поставить палец вверх, ну и конечно подпишитесь на наш канал, а также на нашу телегу, там тоже очень интересно, не пожалеете. Так вот, Сталлоне сейчас обвиняют в пренебрежительном отношении к актерам второго плана. Сильвестр Сталлоне и неизвестный режиссер сериала якобы называли некоторых статистов уродливыми, мешками с салом и толстым парнем с тростью, это дословно. Блин, ну это реально, конечно, звучит очень смешно и как-то несуразно, но тем не менее, как оказалось, компания «Парамонт», которая, собственно, и снимает «Короля Талсы» для своего потокового сервиса, уже срочно начала серьезное расследование данного инцидента. Несмотря на претензии директора и исполнительный продюсер «Короля Талсы», Крэг Зиск заявил, что обвинения эти не обоснованы. Зиск также сказал, что большая часть вины лежит именно на компании «Роус Локи Кастинг», которой было поручено нанимать молодых людей на второстепенные роли, например, в баре, но вместо этого они почему-то предоставили актеров постарше. Также сообщалось, что некоторые актеры второго плана пытались делать, например, селфи со Сталлоне во время съемок и вообще вели себя крайне непрофессионально, вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности. По данным CNN, никаких официальных жалоб ни на Сильвестра Сталлоне, ни на производство сериала, тем не менее, не поступало, но, как сообщается в Paramount, сейчас берут интервью у актеров съемочной группы и актеров второго плана, чтобы выяснить всю правду о случившемся. При этом многие уверены, что всю эту бурную деятельность и бурю в стакане вот прямо сейчас специально раздувают множественные хейтеры данного сериала и лично Слая, чтобы как можно более активно вставлять в палки в колеса в их работе. Ну, типа, знаете, доказать, что, мол, вот, сам сериал был вредным и ужасным со всеми этими пережитками прошлого, которые вдруг решили культивировать вновь. А теперь в подтверждение и на съемочной площадке, как оказалось, творился лютый кошмар. Вот только тут плохие новости для всех хейтеров. Ведь помимо начавшегося расследования, Paramount также заявляет, что производство второго сезона Короля Талсы будет продолжаться без перерыва, без каких-либо остановок или переносов даже во время продолжающегося расследования. Так что никакие наезды идут и обвинения не помешают в создании второго сезона сериала Талса Кинг. А все недоброжелатели могут идти в сад и там сколько угодно жаловаться на жизнь и на то, какие все вокруг злые. Вот как-то так, что же, не забывайте писать ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал и на наш телеграм, ссылка под видео, ну и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.